Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 июля, и как я уже говорила, на улице идёт дождь проливной. У меня появилась возможность прекрасная ответить на некоторые комментарии. И некоторые комментарии касаются даже не того, как показать там или что-то. Иногда нужно просто объяснить. Читая комментарии, я понимаю, что некоторые даже не понимают, у них такое поверхностное мышление, они не понимают сути вот этого огородничества. Вот я в качестве примера возьму Светлану Межевых. Я надеюсь, она не обидится, что на её примере я хочу показать другим новичкам и объяснить, что фантик красивый это одно, а конфетка, которая внутри, это совсем другое. Некоторые на фантик кидаются. Вот у меня было видео 200 томатов в одной теплице, это много даже для меня. Ну и как опытные пишут, да, несмотря на то, что поздно высадили, нормальный урожай. А Светлана Межевых, она написала, зачем садить столько томатов, когда плодов на них очень мало. Посмотрите, сколько должно быть плодов у блогерши урожайный огород. Вот там действительно очень много плодов. Я не буду тут читать комментарии, которые другие женщины написали, более опытные. Кто хочет, прочитайте сами. Я не буду упоминать там какие-то негативные высказывания о блогерах, о других. Я свой ответ вам прочитаю и потом всё расскажу. Я написала, Светлана, если томаты выращивать натуральные, без огромного количества подкормок и стимуляторов, то они никогда не будут увешаны плодами, ведь у каждого куста есть свой элемент. Например, 5, 6, 7 или 8 кистей. Именно столько мы оставляем, особенно у нас в Сибири. У нас 6-7 кистей, это предел, всё. И я эти плоды выращиваю для себя, поэтому химией их почти не пичкаю, и для меня нет самоцели создать красивую, ошеломляющую урожаем картинку. Главное, чтобы они были натуральными, вкусными, чтобы их можно было кушать, и здоровыми. Ведь это томаты для еды. Я ещё раз напомню, у меня-то мой огород для моей еды, А у многих блогеров, картинкой которых вы восхищены, томаты выращиваются исключительно для съёмок. Это видно сразу. Ведь никто из хозяек не будет рано весной сохранять на кустах все зрелые плоды. Но не весной, а даже в начале лета. Все целые они висят, от 1 до 7, 8. Если томаты выращены в домашней теплице для личного использования, то нормальные люди давно бы уже оборвали нижние кисти и съели бы их, как это делаем мы. Да и сохранить в спелом виде все плоды от первой кисти до последней просто невозможно. Опытные огородники это мне подтвердят. Ведь нижние будут обязательно переспевать, трескаться, загнивать, и через какое-то время они испортятся просто. И если, конечно, они не обработаны специальными растворами, средствами, есть такие средства. Так что, когда вы восхищаетесь красивой картинкой с богатым урожаем, то есть фантиком вот этим блестящим, но почему-то нетронутым хозяйкой, задумайтесь, для чего они выращены, и почему их сохраняют всё лето. Есть съёмочные площадки для каналов, рекламирующих товары для сада и огорода, а есть реальный огород, где всё не так красиво. Но это реальная жизнь, и это реальные томаты, и, скорее всего, у вас, когда вы посадите, будут именно такие, как у меня, а не такие, как там, где всё увешано, где зайти некуда, одни томаты висят. Но вот она мне ответила, Ольга Чернова, извините, что я поторопилась с выводами, я только начинаю выращивание томатов, многое не понимаю, а ведь действительно, зачем сохранять все спелые томаты на кистях? Только сейчас до меня дошло, так что простите меня, я, ваша землячка, живу в Новосибирске, и часто смотрю ваши видео для начинающих огородников, но многое ещё не понимаю, буду вникать и делать правильные выводы вам мира и добра. Но я отвечаю, что ничего страшного, я так и поняла, что вы ничего не понимаете и делаете поверхностные выводы. Я сейчас покажу ту картинку, про которую она говорила. И все, ну как, вот я, например, и все, кто занимается огородом реальным, понимают, что никто, кто выращивает для себя томаты, не будет вот эти все томаты спелые там ещё вверху до самого конца хранить. Например, один месяц и второй месяц. Нижние кисти между первой и самой верхней кистью у нас примерно идёт месяц, полтора месяца. Но тут, однако, и нижние целые, и верхние уже поспели. Это, конечно, сказочные ситуации. И я, конечно, ничего не хочу, я сейчас уберу это всё. Я просто хочу новичкам объяснить. Когда вы видите вот такие вот красивейшие, все обвешанные плодами, вот прям грозди, кисти, зайти некуда, и не болеют они, и ничего у них не случается. Ну, скорее всего, это площадка для видеосъёмок. Она, конечно, очень красивая. Но чтобы у вас не было разочарования, я вам сразу скажу, «Когда вы посадите дома у себя свой сорт, у вас никогда не будет вот такой картины». Мне одна девушка написала, молодая. Ну, я всё показываю свои фото. Вот у меня первая кисть созрела, потом пришла через месяц, показываю. Ну, вот эти уже пустые, голые, мы их уже скушали, 4 кисти нижних мы съели. Они уже как выглядят так пустовато. Она мне пишет, «А покажите мне ваше фото, где у вас кусты все облеплены томатами». Ну, я смеялась вообще. Ну, люди не виноваты. Они действительно, вот насмотревшись таких картинок, думают, что у всех опытных огородников должна быть теплица. Вот как томат растёт, и он снизу доверху весь в красных или в жёлтых томатов. Я должна показать эту картинку. Ну, нижняя кисть никогда не дождётся, когда созреет верхняя кисть. Если она нормальная, если натуральные томаты, если без применения консервантов, агрохимии, она обязательно испортится. Тем более мы выращиваем их для себя. Мы нижние кисти давно уже съели. Если я сейчас зайду в теплицу, вы увидите там третья, четвёртая, пятая. Первых трёх уже нет. Их не может быть. Это реальный огород. Мы реальные люди. Мы выращиваем томаты для того, чтобы кушать, а не для того, чтобы вас заманить на эту красивую картинку, чтобы что-то там с вами как увеличить просмотры. Или что у меня нет самоцели увеличивать просмотры этими красивыми картинками. У меня реальный огород, реальные картинки. И вы, чтобы не разочаровывались, я ещё раз повторю, если вы купите те же, например, или банановые ноги, или какие-то ещё другие, которые гроздьями, кистями, скорее всего у вас будет картинка такая, как у меня, а не такая, как там у них. Вы никогда этого не повторите, потому что вы же не будете два месяца любоваться зрелыми томатами, которые первые кисти созрели, но вы их не будете есть, а будете создавать вот эту картину изобилия всё лето. И в конце лета вот так вот сфотографируете и скажете, да, у меня так получилось. Я не знаю, объяснила вам или нет, что вот не делайте таких скоропалительных и поверхностных выводов, чтобы у вас потом не было разочарования. Вы смотрите вот эти вот картинки изобилия, но, скорее всего, в вашем огороде никогда этого не будет. Вы же не будете их специально обрабатывать от того, чтобы они портились и чтобы они не лопались. Нижние плоды, я больше чем уверена, при вот таком долгом весенне они обязательно потрескаются. Ну это же живые помидоры. Они поспели, их срок, ну он неделю повисит, ну две недели повисит на кисти, он обязательно треснет, он обязательно загниёт, потому что это живой организм, это живой натуральный томат. Не гонитесь за красивыми картинками. Это всё фантики, реальные огороды выглядят по-другому, и у вас, даже если вы вырастите хороший урожай, у вас будет совсем другая картинка. И вы не думайте, что это вы не умеете выращивать, что это у вас руки не оттуда. Это реальная жизнь, она совсем другая, не такая, как у некоторых видеоблогеров. Всё, до свидания. Желаю вам хорошего урожая, богатого, но такой, как на картинке, у вас, скорее всего, не будет никогда. Да, да, он вам и не нужен такой. Главное, чтобы вырастить здоровые, вкусные помидоры, чтобы вам хватило покушать, засолить. Картинка вам эта не нужна. Всё. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...